Понимаете? Но основном все мы смотрим на духовное наше развитие и наше духовное здоровье, как говорится. Мужа, я говорю, можно петь, если чиста? Если жена чиста, с мужем нет запрета, что пела для мужа. Если дети прощают, есть семьи в гости. Если есть там чужие мужчины, запрещается. То могут? Запрещается. Шаббат, поют песни. Женщина тоже хочет шаббатные песни петь. Что мы говорим ей? Пусть поет тихим голосом, чтобы так ее голос не было слышно среди мужского голоса. Но поет тихо про себя. Можно такой задать вопрос? Знаешь, вопрос будет такой. Значит, у меня эта братишка в пятницу будет домой на ужин вечером. Он живет в Лонгайвене. Даже дальше в Лонгайвене. Теперь он приезжает на машине. Я говорю, слушай, нельзя нам ехать на машине. Это будет нехорошо. Бог на это увидит и выгодит. Вопрос ваш. Вот теперь. Когда мы покушаем, он обратно меня везет домой. Я говорю, я у тебя останусь. Я говорю, ты не имеешь права сесть за руль и чтобы кого-то там привезти. Правильно. Вот. А он говорит, но у меня нет такого уже выхода. Я шутил поел, я говорю, выпил. Сказал Богу спасибо, но чтобы сесть за руль, отвезти, привезти. Вот это непогода на это. Это запрещается. Правильно. Правильно. Поэтому хорошо, что вы до шаббата приехали до шаббата. Остались у него на шаббат. Или он пусть приедет к вам на шаббат, останется у вас на шаббат. По-другому нельзя. Здесь в этом случае нельзя ехать на машине на шаббат. Теперь, чистота места, насчет ноготы все ясно. Значит, ноги женщины нельзя разделением в виде ног. Должно быть покрыто юбкой ниже колена. И юбка не может быть обтянутой. Юбка, которая обтянутая, видно силуэт женщины. И ноги ее запрещается. Такая юбка для женщины одевать должна быть полностью покрыта. Это вкратце законы, связанные с ноготой и все то, что связано с этим. Брюки, есть такие брюки, видно же ноги. Или у нее юбка выше колена. Или голень ниже колена. Нельзя видеть голень. Голень это от ступни до колена. То место называется ноготой. То есть, если женщина сидит рядом, у нее голень оголенная. Даже колено покрытое, но голень оголенная. И ты читаешь шмай. Это видно, как говорится, в обзоре. В диапазоне обзора запрещается читать шмай Исраэль. Надо или отвернуться, или уйти. Нельзя в... Или на юбке должна быть что-то ток. Нет, или носки. Юбка ниже колена, когда сидит. А вот это место внизу, чулки непросвечивающие. Все, это вкратце связано с ноготой. Следующее. Чистота места, где мы молимся. Нельзя молиться там, где есть уборные отходы. То есть, в туалете не может молиться человек. Скажите, кто молится в туалете? Однажды был молодой парень. Со своим другом решили сорваться в армию. Но они евреи. Он говорит, первые три дня мы завязывали тефелин в туалете. К водорав. Можно было или нет? Представляете? По закону запрещалось это им делать и молиться там. Ну, вот так. То, что Рама говорит, запрещается. Также нельзя молиться в бане. Баня. Можно молиться человек. Или миква. Там люди голые ходят, кроме того, что есть ногота. Это грязное место обычно. Там тоже не молиться. Сегодня, Боа Хошем, где мы молимся в синагоге, нету грязи, Боа Хошем. Но иногда бывает, ходит человек по улице. И он наступает на какие-то бомбы, как говорится. Собака. Собак очень много здесь в Нью-Йорке. Они выводят собак, и не все чистят за ними. Человек не заметил, наступил. Приходит в синагогу, и вдруг запах пошел. И он прямо стоит на кале. И кал прилипнул к его туфлям. И по закону он не выходит из молитвы, работая. Поэтому желательно, чтобы человек смотрел, куда он ходит. И кроме того, просмотреть туфли, когда он заходит в синагогу. Мало того, что в синагоге будет проблема, что люди не смогут рядом с ним молиться. Кроме того, он сам не сможет молиться. И люди не осторожны в этом. И это задерживает молитву. То есть, если он молился с калом на туфлях, его молитва не засчиталась, он должен вымыть этот кал, убрать этот кал, и потом молиться снова. Еще время молитвы осталось. Даже там нету, это грязное место обычно. Даже чистая баня. Нельзя. Запрещается в бане, говорит, благословение. Теперь. Миква. Как сегодня женщины говорят в благословении. Миква, это там горячая, пары выходят. Нельзя там делать благословение. Они в коридоре делают благословение, потом заходят. В коридоре благословение делают. Потому что они окунаются, когда женщины, они благословляют. Они браха говорят. Мы не говорим браха, потому что нам нет обязанности по Торе. У них есть обязанность по Торе окунаться. Поэтому они должны благословлять. Они говорят благословение. Где они говорят благословение? В коридоре должны они говорить. Потому что тоже ходят голые анисы. Но не ходят, в это время не ходят. Они потом покрыты. Когда говорят благословение, их покрыт. Они могут говорить браха, да. Теперь. Там, где моча. Или дома, памперс. Жена, она почистила ребенка. И поставила памперс там где-то на полу. Ты не заметил. Ты пришел, читаешь Шма-Исраэль перед сном. Шма-Исраэль. А у тебя нос забитый, ты ничего не чувствуешь. А памперс там стоит. И там такая вонь. Ой-ой-ой. Что Аллаха? Ты не вышел из этого Шма-Исраэль. Потому что ты произносил Шма-Исраэль в это время, когда тебе нельзя было это делать. И поэтому надо убрать памперс, проветрить помещение и говорить потом еще раз Шма-Исраэль. Окей. Смотря как. Если это место, где обычно там их нету, то некоторые говорят, если запаха не было, то вышел, потому что памперс был покрыт. А если был запах, то нет. А если это место, где обычно да, кидают памперсы, просто ты не проверил это место. Это называется поше. Ты должен был проверить это место. Прежде чем читаешь святочек, просмотри, что там дома есть. Мы с женой дома договорились, что как она делает, чистит памперс, она берет, должна его в мусор убрать. Нельзя оставлять дом. Почему? В доме мы ходим, говорим проход. Мы говорим благословение. Мы говорим молитвы. Мы говорим Шма-Исраэль. Дома должно быть чисто. Ва-я-маханеха-кадош. Чтобы дом был чистый, да. Вкратце и только, да. Значит, у нас в доме, у нас в бане упал потолок из-за того, что нас затопили. Теперь они хотят производить ремонт. После окончания ремонта, там зайти можно сказать право или нет. Если ее оставили баней и туалетом, то запрещается. Почему? Если его оставили баней и туалетом, то запрещается. Даже новые. Он спрашивает про новую баню. Нельзя. Почему? Потому что как постановили это место для использования для туалета и для бани, уже запрещенное это место. Некоторые говорят, что в новой бане нет туалета, можно молиться, потому что еще не использовали для бани ее. Вот это так не законно. Теперь, завтра, мы продолжим вещи, которые задерживают молитву. Боалу хадуна и лаулаам. Амин ваамин. Воскресенье. Воскресенье.